Я очень счастлива, что можно быть стройной И я не понимаю девочек, которые стремятся быть худой На самом деле толстый быть легко, это всем понятно Худой быть тоже чуть посложнее, но тоже легко Просто сидеть на строгой диете, истощать себя голодом, это тоже легко А вот иметь мышцы, хорошее мышечное строение, достаточно много мяса И при этом иметь минимум жира, вот это тяжело, вот это труд, и это почет Это красиво, это аппетитно, это вкусно Поэтому стремитесь именно к такому, это высший пилотаж Так, я считаю, должна выглядеть каждая девушка Друзья, физкульт-привет! Сегодня у нас будет одна из моих любимых тренировок Это тренировка пресса Поехали, начнем! В одной из своих тренировок я заикнулась о том, что накачала пресс за полгода На меня сразу обрушилась в соцсетях куча вопросов, как же это могло произойти Поэтому мы здесь, в компании NewGift, хотим вам наглядно показать, как же это можно сделать Я очень сегодня много уделю внимания разговору о питании Потому что это ключевой момент, как можно за коротчайшие сроки увидеть свои кубики Без этого никуда Ну, начнем мы с первого упражнения Начнем? Поясница у нас прижата Вот, и концентрируемся на мышцах брюшного пресса Мы ни в коем случае не отскакиваем от пола Вот, вниз мы тоже не падаем резко Мы стараемся сделать хороший-хороший выдох, сжать мышцы и плавно опуститься Но главное, это прям вы должны чувствовать, как вы как будто бы шарик выдуваетесь Полностью-полностью выдыхать Вообще дыхание в проработке пресса играет огромную роль Даже, в принципе, если сейчас буду я стоять и делать очень-очень хороший выдох Полностью освобождая легкие, у меня пресс начнет просто дрожать Это вот от этого, именно от дыхания Поэтому не забывайте правильно дышать и очень хорошо выдыхать Мы сделали 50 повторений Теперь мы будем делать то же самое на 30 повторений, но с маленьким нюансом Смотрим Сейчас мы, чтобы полностью исключить толчок от пола Потому что все равно, когда мы делаем на один раз, у нас есть присутствует толчок Сейчас мы будем делать на два счета подниматься вверх и на два счета опускаться вниз То есть первый рывочек все-таки толчок, а второй уже рывок это чисто мышцы пресса Мы тянем и так же выдыхаем Назад опять притормозили и вернулись в исходное положение Таких 30 повторений стараемся То есть проработка пресса, ничего сложного в этом нету Все, что связано с подъемами корпуса, больше нагружает верхние мышцы пресса Все, что связано с подъемами ног, нагружает нижний пресс Но опять-таки это все прямые мышцы брюшного пресса Все, что связано со скручиваниями всевозможными Это прорабатывают косые мышцы Вот, увлекаться косыми мышцами не стоит То есть всякие наклоны с гирями, это забудьте, если вы не хотите иметь огромную талию Но теперь вся соль и вся правда жизни Естественно, как бы вы не качали свой пресс, как бы вы его не закачивали Вы никогда в жизни не увидите свои кубики, если вы не избавитесь от прослойки жировой Так вот, чтобы избавиться от жировой прослойки, нам нужно создать дефицит калорий Что такое процесс похудения? Это когда ваши энергозатраты больше, чем ваше энергопотребление Человеку нужна естественная энергия Мы ее потребляем извне, с продуктами питания Если человеку недостаточно Человек тратит энергию на все, не только на тренировки Естественно, и на все жизненные процессы На биологические процессы в организме На дыхание, на теплообмен На все это нужна энергия Если вам ее не хватает У вас дефицит этой энергии Вы потребляете ее меньше с питанием Организм переходит на второй вид топлива Это на ваш подкожный жир И только тогда идет процесс жиросжигания Когда вы создали дефицит калорий Как правильно рассчитать баланс калорий Есть также другие ролики в Югипте Обязательно посмотрите, научитесь это делать И тогда вы сможете контролировать свое энергопотребление и энергозатраты Самое главное в этом Это количество подкожного жира между вашей кожей и мышцами брюшного пресса Для того, чтобы быть красивой, стройной Питание должно быть обязательно сбалансированным Есть 7 пунктов Суточной нормы организма Это витамины, минералы, клетчатка, вода, белки, жиры и углеводы Если что-то из этой системы выпадает То организм нам не может послать импульса Дайте мне скорее витамина В Или дай мне магния или кальция Он посылает один импульс Это большое чувство голода Большое чувство аппетита С которым очень сложно бороться Поэтому обязательно нужно соблюдать этот баланс И кушать разнообразно Но кушать правильную еду Не употреблять мусор ни в коем случае Не засорять свой организм Мы должны кушать обязательно и фрукты, и овощи И каши И, естественно, белки Все витамины и минералы Это все должно присутствовать в вашем рационе Но, во-первых, питание должно быть дробным Во-вторых, должно быть определенное время приемов Если это углеводы, их нужно кушать до 12-ти лучше дня Во второй половине дня лучше кушать белки Потому что попросту съеденные углеводы Во второй половине дня вы не успеете израсходовать И им ничего не останется, кроме как пойти в жиры Если вы покушаете фрукты Или даже кубик шоколада, если вам это так необходимо В первой половине дня у вас будет и прекрасное настроение У вас будет и бодрость При этом вы получите все необходимые вещества организму Что только пойдет вам на пользу Ни в жиры это не отложится У вас не будет депрессии, у вас не будет срывов Так можно очень долго держать себя в прекрасной форме Не испытывать никакого чувства дискомфортно Не чувствовать себя несчастно Из-за того, что вы диетитесь Естественно, это если вы уже пребываете в достаточно нормальной форме То есть это поддерживать себя Если у вас есть цель худеть То нужно, естественно, немножко себя ограничивать То есть именно по калорийности Примерно смотреть Ну, каждый у нас грешит по-разному У кого-то это мучное У кого-то это фрукты Фрукты тоже с высоким гликемическим индексом Такие, как виноград Их тоже нужно кушать в малых количествах Нужно кушать обязательно Но для этого нужно кушать часто Это 5 раз в день Для того, чтобы у нас был активный обмен веществ Обязательно Если вы кушаете 2 раза в день И кушаете этот виноградик Он у вас неизбежно пойдет в жиры Потому что это вызовет выброс инсулина Так устроен наш организм Кушайте часто И у вас это никуда не будет откладываться И понемножку То есть все просто Следующее упражнение у нас будет Кручивание Это очень крутое упражнение Потому что работают и верхний пресс И нижний пресс И косые мышцы живота Как мы это делаем? Ножки согнуты под прямым углом Ручки за голову Тянемся правым локтем к левому колену При этом правую ножку выпрямляем И делаем это на выдохе И плавно вниз Таких мы будем делать 2 подходика Обязательно обращаем внимание на то Что мы когда поднимаем корпус вверх Мы не давим на шею Мы не тянем себя за шею Мы поднимаемся именно за счет мышц брюшного пресса Делаем скручивание за счет косых мышц И держим ножки на весту И поэтому у нас постоянно тоже держится в напряжении нижний пресс Стараемся ножку выпрямлять как можно ниже Скручиваться тоже, отрывая оба плеча Не перекатываться с одного плеча на другое И тогда работает весь пресс полностью Все мышцы задействуются И я думаю 20 повторений будет достаточно 2 подходика А теперь я вам раскрою свой секрет накачки пресса Я мазохистка Ну не совсем так, конечно же На самом деле главное в проработке пресса Это болевые ощущения То есть здесь нужно обращать внимание Не на количество повторений Не на конкретно какое-то упражнение То есть зачастую мне пишут А каким упражнением ты накачала пресс? Ну то есть естественно это смешно, вы понимаете А на сколько повторений ты делаешь? Это тоже не может быть Как бы эта величина не может быть абсолютная Она может быть только относительная Кого-то убьет 50 повторений Кого-то убьет 100 повторений Кого-то убьет 20 повторений Здесь принципиально именно те ощущения Когда вы чувствуете просто жгучую боль в области пресса Вот тогда нужно сделать еще повторение 10 Вот именно через боль Первые эти, если вы сделали 30 повторений и чувствуете боль Эти первые повторения были разогревочные А вот потом каждый повтор идет на вес золота То есть каждый раз вот эта боль вы чувствуете И вы должны себе в голове проговаривать Что вот этот повтор он ценен в тысячу раз ценнее, чем те 30 предыдущих Сейчас вы остановитесь, вы остынете И вам нужно будет опять разогреваться 30 раз Поэтому вот не сдавайтесь Вот эти повторения последние, когда вы чувствуете сильную боль Вот они самые ценные И они именно идут на результат Любите боль Как люблю ее я Дело мне больно Часто слышу вопрос от женщин Как накачать нижний пресс? Такой вопрос, он распространен Потому что у женщин, женщины так устроены Что, ну в принципе, да, зачастую Именно внизу живота скапливается подкожный жирок Поэтому нужно просто немножко пожестче посидеть на диете Для того, чтобы увидеть как бы свой плоский живот внизу И кубики нижние Вот, это только связано с тем, что жировая прослойка внизу живота больше, чем наверху Вот, а не нужно долбить нижний пресс Не нужно делать эти вот неуемные подъемы ног На самом деле в тысячу раз эффективнее Именно просто обыкновенные подъемы корпуса Главное, чтобы вы чувствовали вот это вот жжение Это самое главное А какие они будут? Это не принципиально С фиксацией ног, без фиксации ног С отрывом поясницы, без отрыва поясницы Это все эффективно, однозначно Главное, чтобы вы чувствовали вот эту боль Естественно, пресс нужно качать однозначно Даже если вы не хотите кубики Потому что не все девочки, понятное дело, хотят кубики Они просто хотят хороший плоский потянутый животик Качать нужно, потому что зачастую у многих проблема Это именно в слабом мышечном корсете И в плохой осанке То есть если я сейчас согнусь, вывалю живот, втяну копчик Поверьте, у меня тоже будет и живот У меня будет и горб, у меня будет и какая-то некрасивая форма попа А это почему? Потому что у людей слабый мышечный корсет Когда вы качаете животик, даже не обязательно иметь кубики Конечно же он подтягивается Форма совершенно другая Вы качаете спинку Вот, все, другая осанка, вид совершенно другой Вот, поэтому прорабатывать нужно Даже если вы не хотите иметь кубики Вот, сейчас у нас было два подходика скручивания А сейчас мы сделаем два подходика складываний Вот, не всем я его буду выполнять в усложненном немножко варианте Буду держать ручки за голову Кому сложно, так можно держать руки свободно Кому сложно тянуть, подниматься полностью вверх, да, садиться на попу Сначала старайтесь поднимать корпус вверх, только потом подтягивать к себе ножки Когда вы уже подняли ноги, уже, конечно, гораздо тяжелее подняться корпусом к ногам Вот, поэтому старайтесь чуть приподняться и к себе ножки В этот момент выдохнуть, почувствовать пик напряжения Сжать мышцы прессы, опустошить полностью легкие Почувствовать это дрожание и плавненько выпрямиться Вот таких 20 подходов и полностью проработан прямые мышцы брюшного пресса В этом упражнении у нас работал и верхний, и нижний пресс Так как мы одновременно тянули корпус коленочком Вообще, это упражнение одно из моих самых любимых Если вы заметили, уже которое упражнение мы делаем без помощи каких-либо тренажеров То есть, пресс можно без всяких проблем качать в домашних условиях Как я и говорила, что я в своем прошлом ролике, что я накачала кубики за полгода Тогда я вообще даже еще не знала, что такое тренажерный зал Я делала это дома, перед телевизором, после работы То есть, я ложилась и качала, качала, качала до болевых ощущений Разные варианты Вот, но, почему это произошло за полгода Естественно, там не было таких явно выраженных выдающихся кубиков Просто я сидела на очень жесткой диете Вот, и очень сильно я тогда в первый раз похудела Вот, у меня еще со школы было такое желание очень сильно похудеть Я еще не понимала, что на самом деле красиво Это красивые аппетитные формы Вот, тогда мне хотелось Ну, многие девочки вообще в такой вот период, в 17-16 лет Смотрят, да, журналы и не могут Ну, их тянет к худобе Вот, и когда я первый раз похудела очень сильно Да, у меня просветились кубики Ну, на тот момент, естественно, я не знала вообще, что такое, там, развитые мышцы Ну, я не занималась в тренажерном зале И я словился на мысли, что все девочки, да, смотрят на меня завистливо Но я обратила внимание, что на меня абсолютно перестали оборачиваться мужчины Потому что не стало ничего просто Вот здесь вот между ног зазор Попа не стала вообще, ничего не стало абсолютно Я поняла, что что-то здесь не так И двигаемся мы в неправильном направлении И вот тогда дорога меня привела в тренажерный зал И я поняла, что можно иметь минимальную жировую прослойку Вот, и иметь все красивые круглые формы именно за счет мышц И вот это вот та самая золотая середина Теперь мы сейчас пойдем на наклонную скамью И там поскручиваемся, где также у нас проработаются мышцы пресса Также будет работать немножко поясничка Это стабилизационные мышцы спины, которые приводят в корпус положения сидя И при скручивании, естественно, мы проработаем косые мышцы Вот мы зафиксировались на наклонной скамье Здесь, значит, мы работаем в такой амплитуде, чтобы мышцы пресса находились всегда в максимальном напряжении То есть до самого верха мы не поднимаемся и до самого низа не опускаемся Смотрим, делаем подъем на выдохе И обязательно скручиваемся в посничном отделе, сжимая мышцы пресса То есть ни в коем случае не нужно это делать на прямой спине, подниматься вверх Тогда будет больше работать спина Смотрим, делаем подниматься вверх Мы сначала поделали просто скручивание на прямой пресс И потом сделали скручивание в сторону Ну, во-первых, это, естественно, гораздо сильнее нагружает пресс И лично моя находка в этом упражнении, почему я люблю больше скручиваться Я на наклонной скамье, у меня очень сильно забиваются квадрицепсы Я раньше вообще избегала этого упражнения Потому что пресс у меня сильный достаточно Вот, и я не успеваю почувствовать, чтобы он устал, когда у меня уже просто квадрицепсы готовы умереть Вот, поэтому, когда я скручиваюсь, у меня переводится нагрузка Сначала закипает одно, потом другое Ну, то есть, я... Ну, то есть, вы поняли Ну, ты понял, что я... I'm sorry На наклонной скамье я делаю два подхода У меня, в моем случае, это 30 повторений На 30-е повторение я уже умерла И уносите меня Вот Но, пятки, ориентируемся на ощущения Вам должно быть очень-очень больно Эти ощущения вы должны терпеть Лично я питаюсь 5 раз в день За счет регулярных тренировок у меня достаточно высокий обмен веществ активный Поэтому я не могу назвать себя вообще каким-то несчастным человеком, который постоянно диетится Постоянно голодный, вот, и недовольна этой жизнью Я прекрасно существую со своей диетой У меня просто режим расписан на несколько приемов пищи То есть, с утра... Для меня утром это самый вкусный прием пищи С утра, как правило, я... Мусор, естественно, я не кушаю гастрономически, да То есть, всякие... То, что абсолютно лишено пользы Лишено витаминов, лишено минералов Одни калории жиры Я такое не кушаю, в принципе Для меня самая вкусная еда То, чем я себя балую, это красная рыба Поэтому с утра у меня, как правило, это стейк Форели, стейк лососи с овощами Вот, и я могу выпить кружечку кофе с шоколадом... С кубиком шоколада То есть, это 30 калорий, которые, поверьте мне, дадут вам выброс небольшой гормона радости Вот, дадут вам хорошее настроение Дадут вам некоторую энергию Вы придете, вы начнете день весело и бодро Вот После этого я иду, как правило, на работу На работе у меня второй завтрак Это уже порция медленных углеводов В моем случае это, как правило, коричневый рис Либо тарелочка овсянки Вот, через час у меня наступает моя тренька То есть, через час углеводы мне дают энергию Медленные углеводы Вот, я тренируюсь После тренировки я съедаю Могу съесть банан, могу съесть грейпфрут Это сразу же после тренировки закрываю углеводное окно И через часик я ем грудку, рыбу То есть, потом у меня уже остается 3-4 приема пищи И они преимущественно белковые Белки и овощи То есть, каша с утра И кубик шоколада, либо какие-то фрукты, либо яблоко Это все в первой половине дня На этом мои углеводы заканчиваются То есть, после тренировки я закрываю углеводное окно бананом И все, потом я кушаю уже либо яйца, либо творог, либо рыбку, либо мясо После этого у меня уже углеводов нет Сейчас я вам показала один из вариантов проработки мышц пресса Их бывает разное множество, разные вариации, разная последовательность Чередуйте их, качайте мышцы пресса как можно чаще 7 раз в неделю Вот, если у вас действительно есть желание как можно быстрее добиться результата Но делайте это лучше в отдельное время от основных тренировок Можете делать это просто вечером На это у вас уйдет буквально, по большому счету, 10-15 минут вашего времени Если делать это с высокой интенсивностью Вот, делать это много повторно 15 минут вашего времени В сутках 24 часа 15 минут, но насколько полезны будут эти 15 минут для вашей внешности, для вашего здоровья Пусть эти 15 минут будут в ваших сутках И вы об этом не пожалеете Друзья, смотрите нас по расписанию Понедельник, среда и пятница Подписывайтесь на канал YouGift Ставьте лайк Задавайте нам свои вопросы Очень хочется быть полезными для вас Оставляйте комментарии С вами была Катя До новых встреч Пока-пока Привет, с вами снова я, Катя Усманова В прошлый раз я вам показывала свою тяжелую базовую тренировку ног И обещала, что покажу более легкую тренировку интенсивную Поэтому не будем откладывать Обещание принято выполнять Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому